друзья я очень надеюсь что это видео войдет в историю потому что сейчас мы вам покажем технологии 21 века когда на нашей планете бензин будет стоить космических денег и покупать его сможет только богема наступят технологии которые я вам покажу сейчас и более того уже существует несколько сотен автомобилей которые на этой технологии ездит здесь у нас сейчас представлены два инфинити мужчинских огромных мощных сарая которые потребляют весьма весьма приличное количество топлива и так обратите внимание пожалуйста вот сюда ничего особенного абсолютно но это модуль смены топлива газового оборудования 6 поколения вы просто посмотрите на это устройство здесь лежит практически полный комплект в багажнике этого финика что мы здесь видим модуль смены топлива дополнительный топливный насос он же фильтр вообще вот эта вся история вот этот насос напоминает штуку из каких-то эти фильмов со шварцем я не помню были старые фильмы я не знаю что здесь уран может храниться или еще какие-то другие вещи с другой планеты значится а присутствует топливный насос газовый топливный насос который находится в газовом баллоне и сейчас мы вам расскажем как все это работает я хочу подчеркнуть вот этот комплект который лежит в багажнике стоит сто восемьдесят тысяч рублей это шестое поколение непосредственный впрыск который работает без своих собственных газовых форсунок а газ подается в цилиндре через штатные форсунки двигателя вот там возле капота финика прячется иван валерьевич его друг разработчик алик сейчас мы к ним пойдем чтобы они нам предметно рассказали как эта история и технология работает это безумно интересно друзья когда бензин будет стоить дороже чем почка за литр вот это будет стоять на каждом черт побери автомобили в такие моменты меня интересует только одно как сова туда взлетает видимо машут крыльями но мне это не под силу у меня достаточно тяжелое оборудование как я уже сказал чуть выше а вот этот infinity тоже переделан на газ шестого поколения и давайте сейчас поставим кучу лайков потому что я несу 180 тысяч рублей в одной руке и в другой товарищ капитан можно я пожму вашу мужественную руку здравствуйте алик мое почтение как называется ваша контора бипгаз бипгаз прошу любить и жаловать вот это разработчик разработчик газа шестого поколения слушайте очень приятно все таки общаться непосредственно с разработчиками и вдвойне приятно что как бы вы сотрудничаете с капитаном а капитана мы знаем очень давно поэтому друзья у меня к вам один вопрос как черт побери все это работает помнишь я тебе рассказывал мы 15 лет тому назад пытались подавать жидкий газ в форсунку на моно впрыски на audi бочки к и джейтроник нет это был не к и джейтроник это моно впрыск бочка моно впрыск да прости себя в гараже с моим напарником там бывшим моим точнее первым моим учителем газового оборудования а нет никакой хотя бы черно-белой фотографии на эту тему да нет мы тогда еще не знали что такое фотоаппарат понимаешь мы только завели его увидели что работает прокатились по территории да а почему на а слушай да потому что денег не было что дальше продолжать мы потом дальше просто работали за деньги у всех жены дети там понимаешь не до высоких российские инженера все гениальное в гараже рассказывайте а вот собственно али как производитель да что здесь на сто восемьдесят тысяч рублей конкретно здесь ничего на сто восемьдесят тысяч рублей на 80 а остальное все на 100 до 100 здесь на самом деле просто труба с бензином так бензин для того чтобы при переходе с газа на бензин поднять давление бензина чтобы он передавил газ все то есть здесь нет каких-то механизмов рабочих поэтому реальный срок службы изделия лет два то есть топлива идет уже через него до топлива вот сюда подается газ отсюда подается сюда подается газ сюда бензин ат чуть-чуть его еще раз можно мне дураку прямо вот как у другой упыту полуму за счет чего достигается отключения подачи топлива отключаем штатный бензонасос а штатный бензонасос отключается электрическим образом? Да, рвется на него. Так, понял. Смысла нет, так как данная система может всегда работать на газе. Ну, еще, вот на четвертом поколении и раньше необходимо подогревать газ. Есть редуктор для подогрева газа. Здесь его нет? Здесь его нет. То есть здесь он не нужен? Нет, потому что редуктор он испаряет. Это редуктор-испаритель. А здесь мы подаем газ в жидком состоянии. Он испаряется прямо без гарантии. Я понял. Вот это что за бочонок с ураном, который именуется топливным насосом дополнительным? И зачем он? Ведь в баллоне, вернее, стоит основной, я так понимаю? Да. Так, а этот зачем? Этот может включиться кратковременно в случае, если первое, это поломался тут насос, вышел из строя, сгорел предохранитель, реле, насос нерабочий. Чтобы автомобиль не заглох, это ресивер. Здесь всегда есть запас газа для перехода с газа на бензин. То есть это дополнительное устройство? Оно может и не устанавливаться в комплект машину? Оно на работу не влияет. Это просто страховка, чтобы был гарантированный переход с газа на бензин. Элемент запасности. Я так понимаю, это еще 30 тысяч рублей страховка. Ну, то есть чуть меньше. Чуть меньше. Хорошо? Друзья. На работу эти два узла не влияют. Я понял. Мне сейчас очень интересует, вот сама схемотехника, я специально включил фонарик, включил камеру. Господа, Алик, товарищ капитан, расскажите мне, как это все работает непосредственно на автомобиле. Вот здесь мы можем наблюдать, если я правильно понимаю, значит, вот этот вот, господи, прости, забыл. Модуль смены топлива. Да, вот он стоит здесь. Подходит к нему синий шланг. Это что за синий шланг? Это не подходит, это отходит. Отходит. Это обратка. Обратка газа. Так, хорошо. Смотри, здесь приходит бензин. Вот здесь. Вот, видишь, штатный трубопровод бензиновый входит в этот блок смены топлива. Так. Сюда же приходит и газ. Так. И в этом блоке он существует для того, чтобы сменить топливо в рампе, ну, точнее, в ТНВД, а потом в рампе. Газ на бензин и обратно. Опять же, это же непосредственный впрыск. Правильно? Правильно. Да. Соответственно, у него есть ТНВД бензиновый. Вот он. Топливный насос высокого давления. Друзья, для тех, кто не знает, что на непосредственном впрыске обязательно есть топливный насос высокого давления. Как бы это очевидно. Пожалуйста. Это устройство меняет бензин на газ, на газ, на бензин в ТНВД и в рампе. ТНВД специально переделан для того, чтобы здесь была обратка. Ну, у бензинового мотора такого типа обратки не бывает. Обратки нету, да. Да, все правильно. Да, в баке, да. Для того, чтобы он хорошо работал на газе, нужно избежать парообразования. А в этом случае его постоянно нужно охлаждать. Охлаждение – это циркуляция. Так. То есть переделывается ТНВД для того, чтобы здесь вот подача, вот по этой трубке подается либо газ, либо бензин. Слушайте, ну на всех же машинах ТНВД преимущественно разные. Правильно? Да. То есть как бы на каждый автомобиль нужно изготавливать свою шайбу. Или она универсальная? Ну, слушай, либо изготавливать, либо в ТНВД врезать дополнительный штуцер. Ага. Я понял. А вот это вот у нас, я так понимаю, фильтр. Да. Хорошо. А можно еще вопрос, детки? Вот несколько слов про шланги. Они достаточно такие вот, как будто там что-то… Алик, да. Как будто там внутри что-то стальное. Там стальное. Там двойная стальная оплетка. Это сделано по двум причинам. Так. Первое – это запас надежности. Второе – самое важное, покажу вот на этой трубе. Так, да. Если бы не было стальной оплетки, то такое на ней было бы невозможно. А сколько давления вообще держит вот эта штука? Рабочее давление у нее вот здесь указано 310 бар. Вот они. Так. А разрывное – 1200. Но не из-за давления. То есть у нас там теоретически возможное максимальное давление может быть 30. На самом деле давление в районе от 8 где-то до 12 бар, до 15. То есть, условно говоря, в хоботах, в которых рабочее давление 8-12, они держат сколько здесь написано? 300? 300, да. Рабочее. Но разрывается он при 9-100. Не в этом дело. Просто метан помнишь? Помню. Вот там 200. Безопасно. Да, 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 да. Ее невозможно оторвать. По причине стальной оплетки она идет на всю длину. И сломать невозможно. Обжимка у нее. Я понял, так. Тоже серьезно. И самый главный момент – при монтаже ее не могут поломать. В отличие от трубы обычной, которая используется. Ну, пластиковые хоботы, которые ты не любишь. Не любишь. Вот на самом деле Иван Валерьевич еще не любит пластиковые хоботы, которые вот очень модно. Мы когда снимаем видосы, нам очень-очень много комментариев пишут, что Иван Валерьевич застрял в 19 веке и до сих пор ставит медные трубки. До сих пор. Хотя уже давно существуют пластиковые. Мы с ним давно, мы сейчас буквально сегодня спорили о том, что можно здесь использовать. Пластик или сталь. Так. Да что договорились? Пластик, я убедил. И я. Почитаю сталь. Подожди, ну это же другое. Возникнет необходимость лет через пять оборудование переставить. Так. Сталь снимешь и выбросишь. Абсолютно верно. Снимешь и переставишь. В цвет мед сдашь сталь. Слушайте, ну через пять лет оборудование за 180 тысяч рублей. Что же, на новых шлангах, этих хоботах-то хрои медных стали. Сталь можно сдать только в чермет. А нержавеющую? Значит, этот эпизод называется «Встретились два газовщика». Один производитель, другой установщик. И одни бьются, значит, за эффективность, а товарищ капитан бьется за оборот. Я так понимаю. Да, да, кстати, совершенно верно. Абсолютно согласен, да. Просто Иван Валерьевич не привык пока к оборудованию, которое не требует обслуживания. Поэтому закладываются все элементы с большим ресурсом. Береги себя. Да, я же делец, понимаешь. Понимаешь, через пять лет будешь жить только на установке. А, кстати, насчет обслуживания есть еще важный вопрос. На какой пробег рассчитан фильтр? Насос он переходит. Соответственно, при смене насоса меняется фильтр. А это может быть 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. Зависит от того, как человек часто заправляется. Если он каждый баллон искатывает в ноль, насос будет жить меньше, чем у человека, который постоянно заправляет газ. Логично. Смотрите, есть еще один вопрос. Видите, на обыкновенном газе, газу, как правильно? Газе. Я когда-нибудь... По-русски это кто-нибудь научится говорить-то, я гордовала. К 2020-му я обязательно запомню. Значит, на газе, обычном четвертого поколения, что мы имеем? Мы имеем фильтр жидкой фазы и фильтр паровой фазы, в котором, как правило, у нас соседает масло. Здесь мы видим только один фильтр. Внимание, вопрос, как говорят французы или кто-то, говорят, поркия? Ну, потому что масло, оно образуется в процессе испарения. Так. Помнишь бытовые баллоны? Да. Помнишь, там остается вот такой... Ну, в общем, от треть нет. От 10% до третьи жижи, которая не испаряется и не горит. Вот этот самый конденсат. Вот он образуется в процессе испарения. И чем меньше давление, при котором оно образуется, тем больше оно выходит из газа. Так вот здесь это невозможно, что там процесса испарения нет. Я понял. Это только механика. Окей, еще один вопрос на засыпку с подковырой. Поскольку здесь нет редуктора, здесь нет редуктора, как газ выходит на рабочий режим. То есть мы запускаем двигатель на бензине или на газе? Нет, он запускается на газе так же, как и на бензине. То есть это повторение бензиновой топливной системы. Есть насос, есть блок управления. То есть ему не надо испаряться, он в жидкой фазе разбит. Да, да, да. Он там включает зажигание, он накачивает давление, после этого заводится и все. Товарищ капитан, заведите бибику. Что вы мне руки-то даете. Заведите бибику. Значит, это сейчас... Скажи мне, пожалуйста, мы осуществляем запуск на газу. На газе. На газе, да. Давай. И все. Помнишь, мы Волгу заводили, да, на Дерми? Да. Вот это то же самое, только без вот этой... А что ты на Волгу вот это не поставил? А, там нельзя. Там непосредственный впрыск. А мы там поставим непосредственный впрыск. На дизельный. Господа, смотрите, я расскажу зрителям. Поскольку вот этот автомобиль является клиентским, и как бы мы не можем в рамках логики и правил осуществлять тест-драйв, но рядом стоит точно такой же инфинити, который принадлежит Алику, и там стоит точно такое же газовое оборудование, как мы вам сейчас показали. То есть три машины вот с этим комплектом. Поэтому, товарищ капитан, я хочу долбанный тест-драйв. Слушай, я сейчас договорюсь. Нет проблем. Мы договоримся? Ну и все. Все так на позитиве, очень приятно, друзья. Давайте дадим некоторые вводные. Значит, у нас инфинити. А какого года автомобиль? 2014. 2014 года автомобиль. Объем двигателя? 5,6 литра. 5,6 литра. А расход топлива в среднем? Ну, в городе? Ну, при спокойной езде 20-22 литра. 20-22. А если, как товарищ капитан ездит? 40. 40. Запускайте двигатель, товарищ капитан. У меня есть еще вопрос. Здесь я вижу ряд приборов. И у меня возникают вопросы. Что это за приборы? И для чего они? Крайний – это температура выхлопа. Крайний имеется в виду куда крайний? Слева и справа. По краям. А, по краям. Это температура выхлопа с правой головы и левой головы, я так понимаю? Да, слева – это температура выхлопа с водительской стороны, справа – с пассажирской стороны. А посередине? А посередине – это смесь. Отношение воздуха и топлива. Как это? Стихометрия или как-то? Стихометрия. 14,7 к 1 должно быть. Сейчас он протоканится и будет все как положено. Ну что ж, товарищ капитан, мы сейчас, я так понимаю, на газе? Да. Мы их завелись на газе. А, мы их завелись на газе? Да. Слушайте, вот все время начинаете, понимаете? Вот эту штуку уже… Я начал это еще на Волге, так что извини. Все, я понял. Ну что ж, товарищ капитан, крутите штурвал и, как говорится, не вините себя. Поскольку мы сейчас едем на газе, очень интересно понять, как этот автомобиль на газе едет. 5,6 литра на секундочку, Infinity. Здесь еще нельзя, здесь законно установленная скорость 5 км в час. Согласен, поэтому не разгоняйся больше 6 км в час, так сказать, чтобы быть в погрешности, это важно. Да. Потому что законы нарушать ни в коем случае нельзя, ни при каких обстоятельствах. А, я думаю, сейчас мы выйдем. Не, ну Infinity нравится. Кстати, достаточно тихий автомобиль. Тоже, вообще он очень приятный на самом деле. То есть, когда сидишь в нем, реально приятно. Я после таха, наверное, первая… Я, кстати, хотел сказать, ты поменял, значит, таха на Infinity? А, нет, не поменял бы. Почему? А, это вопрос принципа, понимаешь? Традиции. Вся наша жизнь в традициях нельзя менять. Я понял, Алик, я спрошу, понимаешь, у владельца… Левый датчик барахлит. Левый датчик барахлит. За что происходит? Так куда? Это не те сигнали, товарищ капитан, не слушай никого. А датчик левой головы? Да, температура выхлопа бывает, он у нас не очень хороший, периодически, и вот как всегда, не вовремя. Не вовремя, это нормально. То есть, на правой у нас 450 градусов, 447 вернее, да? А этот отъезжает, да? А этот, видишь, чудит. Так, товарищ капитан, ты прям даже в лице не меняешься, когда это делаешь, понимаешь? Ну реально. Слушай, не хватает бутылки виски, знаешь, в руке в правой. Товарищ капитан, ты не на своем шлюпе, ты на дорогах общего пользования, тебе еще бутылку виски дай в руку. Ни в коем случае, ты что? Что ты такие вещи говоришь? Именно поэтому сейчас ее здесь нет, потому что я чту уголовный кодекс. Да вообще кодекс надо чтить, как говорил товарищ Бендер. Да? Во всех его проявлениях. Да, да, да. Значит, ну вот здесь мы можем, так сказать, нажать. Так, смотрим на приборы. А какие должны быть идеальные показания вот по стихометрии? Вот такие, в разгоне вот такие. Сейчас богатую смесь показывал, потому что мы в разгоне были, это нормально. И температура выхлопа сейчас у нас прям 600 было, 600 градусов на выходе. Ну, левый датчик сейчас врет, потому что... Нет, левый, я понял, да, видимо, контакт или еще что-то по питанию. 600 это тоже очень хороший показатель. Чем ниже температура выхлопа, тем выше ресурс двигателя, то есть термонагрузка гораздо ниже. Ну, а мы, кстати, проверим, а давайте сейчас перейдем на бензин, на, так сказать, простые углеводороды, на которых мы все привыкли ездить, ну не все, но многие наши зрители. Давайте перейдем на бензин и посмотрим, какая температура будет выхлопать непосредственно на бензине. Все же очень просто проверяется, нет? Все? Товарищ капитан, жми на кнопку, будет какой-нибудь пик. А вот пик произошел. А вот. А какой-то период надо, чтобы переходить? Какое-то время, пока секунд 20-30. Пока бензин вытеснит газ из рампы, какое-то время пройдет. А, я думаю. Для такой нагрузки уже можно сказать, что прошел. Пик-пик-пик было, это что значит? Это полосы, камера видит, что... А, контроль полосы? Да, контроль полосы, без поворотников перестраивается. Алик, сдал капитана, на секундочку. Этот автомобиль не дает мне спокойно ездить, понимаешь? Да-да-да, на Тахо не Тахо. Понимаешь, Тахо, он культурный автомобиль, интеллигентный. А этот, блин, ремень одень, поворотни включи, ну что это такое вообще? На Тахо ты подъемники четырехстоечные сносишь? Он сам без меня попрошу. Ну, я помню, а жена что снесла? Сколько малоэтажных строений? Нет, жена однажды ко мне приезжает и говорит, слушай, катастрофа, я поцарапала колесо. Я потом ей месяц еще вспоминал это поцарапанное колесо. А какая из жен? Просто в твоих женах сам черт ногу сломит. Последняя. Последняя. Все, последняя, единственная. А будем придерживаться официальной версии. Итак, друзья, в общем, мы выехали на кольцевую дорогу. Иван Валерьевич, пожалуйста, мы на бензине, на примитивном топливе, так сказать, дорогом. Жмите тапку в пол. Опять без поворотника перестроился. Так. Соответственно, здесь мы можем видеть, сейчас температура выхлопа подросла. Подросла. Сейчас у нас температура выхлопа немного-немного, 660 градусов, 630. Ну да. Ну да, товарищ капитан, реально сейчас играет в ГТА. Я даже Алика сейчас не хочу показывать. Алик такой сидит, блин, это же мой инфинити. Но в принципе да, в принципе да. Левая голова немножко подлагивает, но нюансы датчиков. Вообще обычно на автомобилях это не ставится. Это просто газовое извращение, значит, капитанские Алика. То есть, чтобы в режиме онлайн мониторить, как вообще работает вся система. Но я хочу сказать, что она работает на самом деле дюже хорошо. Я не почувствовал сильной разницы между газом и бензином. На газе лучше. Это реально, я сейчас вот совершенно, здесь сам принцип подачи газа такой, что достигается больший момент. Но несмотря на то, что как бы это все очень хорошо, основная проблема всего этого оборудования это его дарит дороговизна. Потому что 180 тысяч рублей, даже если мы берем какую-то относительно свежую Шкоду или Volkswagen или Audi, что-нибудь с непосредственным впрыском или ту же самую BMW. То есть, BMW ладно, бог с ним, BMW мы все знаем, что такое. Если берем какую-нибудь Audi или Шкоду, ну, например, Vag Group какой-нибудь. Если автомобиль, условно говоря, в рынке стоит плюс-минус 800, ну, 600, если бы ушко, да, так далее. Ну, да, да. Все в этом духе. То есть, вкидывать еще в автомобиль 180 косарей на установку газа, возникает логичный вопрос. Логичный вопрос. И сейчас я буду вопросом этим вас добивать. Как быстро окупится? Слушай, на удивление, эта установка окупается примерно на 45-55 тысяч километров. Ну, это на этой машине? На этой, да. Слушай, ну, а тебе какая разница? Mazda CX-7 с расходом 25 или Infiniti с расходом 22? Ну, какая-нибудь Шкода с расходом 12-14. А там Малик обещал снизить стоимость до 120, как минимум. Да? Да. Ну, я вот что пообещал. Пытаемся, попробуем, но пока не обещаю. А у меня еще вопрос есть. А вот этот вот, господи, модуль смены топлива. Модуль смены топлива. Да что ж ты, капитан, все, успокойся, ты. Что, все закончилось? Ты не понимаю. Перестраиваться нужно с увеличением скорости. Я действую строго по нормативам. Окей, хорошо. Не закончил мысль. Вот этот вот модуль смены топлива. Ведь здесь у нас 6 цилиндров. 8? 8! Ну да, действительно, друзья, простите, мы все раз... 8! Да, 5,6, да, извините, я забыл. 8 цилиндров, но обыкновенная какая-нибудь Шкода или Ауди, она 4-х цилиндровая. А модуль смены топлива устанавливается тот же самый, устанавливается. Все оборудование то же самое. Баллон только чуть поменьше может быть и все. Ну, баллон, да, чуть поменьше. Да, и все. Отсюда такая и стоимость получается. Ну да, да, здесь нет вариативности, то есть нет каналов 4-х, 6-ти, 8-ми, и нет форсунок газовых, 4-х, 6-ти, 8-ми. Подожди, а вот блок управления двигателем, он перепрошивается, да, под 4 цилиндра? Нет. Нет, а как это реализовано? Наш блок управления заливается конкретно под определенную модель, то есть у нас оборудование не универсальное. Тот комплект, который покупается, покупается на определенный автомобиль, поэтому уже идет залит прошивка под конкретный двигатель. То есть приезжают... Они на барабанах откатывают. На чем? На стенде. На динамометрическом стенде. А, да? Да, да, да. Хорошо, то есть, допустим, к капитану приехала машина, Audi, какая-то, 4-х котлов, говорит, я хочу себе поставить 6-е поколение. Капитан, значит, смотрит, что это за машина, звонит Алику, говорит, Алик, ко мне приедет вот такая вот машина, мне нужна прошивка именно под этот двигатель, под этот автомобиль. Получает комплект под этот автомобиль. Комплект, да, да, да. С полным крепежом. Комплект готов к установке. То есть установщику не надо огородить крепеж, еще что-то. В комплекте 100% оборудование с крепежом, со всеми комплектующими. Он просто его устанавливает. В будущем, если необходимо переставить с одного автомобиля на другой, если это разные автомобили, меняется прошивка, меняется крепеж. Ну и, соответственно, баллон. Если на маленький автомобиль, значит, на маленький баллон. Если большой, на большой. А сколько времени вообще уходит? Вот, допустим, капитан заказал комплект. Сколько времени пройдет до тех пор, пока он его получит на руке? Ну, плюс-минус. При наличии на складе время, пока транспортное доставят из Москвы. День с утра отправляют в Москве, утром на следующий день уже здесь. Делаю или не так лавы на буты. Жалко, что мне нельзя поставить 6-е поколение? Слушай, они мне что-нибудь придумают? Не надо. Не надо. Не надо. Не надо ставить на мне опыты. Хотя, с другой стороны, товарищ капитан, если эти опыты будут тоже в рамках где-то соточки, как после Subaru, широко... Алик, вот, товарищ капитан, широкая душа. Значит, непосредственный впрыск тоже на 5-е поколение, да? Да, это жидкий впрыск. Да, да, извините. Жидкий впрыск, значит, человек он у Subaru поставил бесплатно. В рамках опыта. Уговорил же-таки. Я чувствую, сейчас он меня будет уговаривать, на что, я не знаю. Ну, тоже наверняка... Я дико извиняюсь. Может, вернемся на газ, как бы на моем бензине едем все-таки. Логично, да. Логично. Да, конечно, технологии совершенства шагнули все-таки вперед. Я искренне надеюсь, что вот это оборудование 6-го поколения с каждым моментом удорожания топлива, бензина, все-таки будет стоить, Алик, дешевле. Надеюсь. Это был вопрос. Вопрос. Значит, имеет ли мои надежды под собой какую-то почву? То есть, будет ли в перспективе и популяризации 6-го поколения оборудование дешеветь? Можно я сам за Алика отвечу? Пожалуйста. Будет. Спасибо, товарищ капитан. Скидки от капитана, опытные проекты. 180 тысяч, все в народ. Легко. Это все объективно. Рано или поздно технологии, в которые вкладываются деньги, эти деньги отбиваются. И в этот момент оборудование неминуемо будет дешеветь. А тем более, что рано или поздно кто-нибудь еще что-нибудь сделает. А это уже включаются механизмы конкуренции. Можно я сделаю некий вброс? Давай. Дело в том, что через какое-то время наш замечательный капитан Иван Валерьевич отправляется на газовый форум. Да. Форум газовщиков. И там он хочет, так сказать, признавать, презентовать. Признать и презентовать свою очередную достаточно забавную идею. Он какое-то время назад мне говорил, что Георгий Александрович, мы будем делать в свойственной симонере. Будем писать стихи и ставить газ, метан, в частности, на грузовики. Да. И презентовать он хочет на этом замечательном газовом форуме газодизель из Форда Торнео. Да. Когда-нибудь мы это обязательно покажем. Но не в этой серии, потому что это действительно вот этот маленький урановый цилиндр. Понимаете? Это потрясающе. Что еще приятно, что разработка российская. И производство. И производство. Ну да, и производство. Я пожму вашу мужественную руку. Я надеюсь, что все-таки технология, ну, понятна. У нас команда разработчиков, а стоимость такая высокая, потому что большая часть комплектующих, импортная, к сожалению, пока. Ну, я думаю, все впереди. Это первая технология российская, которая мне реально понравилась. Ну, в сфере газового оборудования. Ага. Да. Тот ты на Тахо ездишь. Хотя, что я себя обманываю. У тебя и грант тоже есть. Да. Ладно. Друзья, всем мира, добра, удачи. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Все ссылки на товарища капитана будут в описании. Если у вас есть какие-то сумасбродные проекты, капитан сам предлагал, он готов их, так сказать, не саботировать, а наоборот, вкладывать в них деньги. Ну, я на примере Субаро. Ты же сам говорил, если у кого-то есть проекты интересные, давайте сделаем. Теслу, например, на газу. Как это? Это, да, я уже, я сказал свое слово. А, все, иначе, все. Да. В общем, вы поняли. Которого уже не вырубишь. Значит, либо, если у вас есть интересные идеи, пишите в группу Ивану Валерьевичу, куда, как установить газ. И вопрос тоже задавайте, не стесняйтесь. Всем мира, добра, удачи. Обязательно подписывайтесь на канал. До новых встреч. Ну, вот эта штука мощная, конечно, мощная. Пока, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok